Герой войны 12-го года Николай Николаевич Раевский-старший был одним из замечательных генералов и, конечно, путь следования его семьей был увольненным каким-то торговством. Его встречали с хлебом с солью в каждом очередном населенном пункте. И Ермолов, который пригласил их на Кавказ, позаботился, чтобы это наследование было организовано на высшем уровне. И это касалось не только любви и выражения чувства герою и его сыновьям, но я думаю, что вы помните, что во время Бородинского сражения Николай Николаевич Раевский-старший поздравил двух мальчиков 11-14 лет перед цепями солдат юзерства такого. Пошли мальчики впереди Кушкина, при том, что они с Николаем Раевским-младшим были почти ровесники, просто, сказать, люто завидовал тому, что они были в деле, что они, несмотря на его возраст, уже были героями. А он в это время отсвеживался в лице, и, как он считал, в монастыре. И вот эта вот разница участия в войне, конечно, была рубежом, которая отличала их. И вот во время этого путешествия они слышат рассказ солдата, который побывал в чеченском плену. А надо сказать, что как раз в то время вещь совершенно взрывноопасная. Наверное, свойство этих молодых депутатических гор быть таким очагом опасности. И Кушкин слышит рассказ человека, который был на плену, и ему удалось бежать. Ну, рассказ просто один из военных каких-то историй. То, как Кушкин его перерабатывает и как он обрамляет, каким литературным ареолом, это, конечно, говорит о самобытности молодого поэта. Дело в том, что для современников Кушкина название «Кавказский пленник» – это оксимарон, это спаги в тьмятку, это как скупой рыцарь, как там первое время чумы, это соединение несоединимого. Кавказ – это место абсолютной свободы. И вот свобода и плен – это столкновение противоположных понятий, которые характерны для эстетики романтизма, но точно так же, как именно байоновский романтизм диктует обращение к экзотическому материалу, а именно к Кавказу. И здесь мне хочется сделать некоторое отступление о том, что, ну, наверное, вы помните, что с 1801 года Грузия входит в состав Российской империи, а прежде чем это произошло, были довольно большие споры. Горячим сторонником присоединения Кавказа в ответ на обращение Иераклия II, потому что мусульманское окружение Грузии, оно уже совершенно истощило, и в 83-м году был подписан Георгиевский трактат, просьба о протекторате, о том, что Россия будет защищать Грузию военным отношением. Примерно такие отношения складывались между грузинским царством, ну, там два царства – восточное и западное, и персидским двором, ну, когда Грузия не то, что появляется вассалом, но царя утверждает при персидском дворе, при довольно большом количестве претендентов этим очень ловко манипулируют, для того, чтобы получить фирман на царство, нужно одно – нужно принять мусульманство. И вот кто-то принимает, кто-то идет на мученическую смерть, и отношения в течение, ну, пяти веков, которые были после того, как блестящая эпоха расцвета при царице Тамаре Давиде Строитель кончается с завоеванием монголов, а затем с падением Византии, Грузия оказывается вообще без прикрытия, пока через 50 лет, значит, Кахетинский царь Александр не обращается к России с просьбой установления там дружеских отношений. Надо сказать, что до присоединения Грузии и в России относились с необыкновенным почтением, пониманием того, что это старейшее христианское государство. Грузия приняла христианство в 326 году, затем, значит, вот, Халкидонский собор же. И грузинское православие абсолютно соответствует православию российскому. Нет ни литургических, ни канонических, ну, никаких сборов. А если к этому добавить, что в грузинской церкви практически не было ересей, то это все очень ценилось при российском дворе, и грузин всегда окружали большим, очень почетом. После, значит, Петр Первый, у которого была очень стройно продуманная восточная политика, он собирался вместе с Вахтангом Шестым устраивать персидский поход, и вот, восточная политика, она была такая, ну, прогрузинская, если можно так сказать. Вот, Вахтанг Шестой тоже замечательный царь. У нас традиция царей, они не просто цари, они поэты, они, ну, такие очень гармоничные просветители, ну, лучшие из них. Мне ужасно нравится история, которая была вот с Вахтангом Шестым и его воспитателем, Сулхан Саба Арбельянь. Дело в том, что Грузия все время ищет союзников, значит, в 16 веке грузинские цари пытаются инициировать еще один крестовый поход, там, есть дипломатические связи с Испанией, с Италией. Так вот, Сулхан Саба Арбельянь отправляется в Рим и во Францию для того, чтобы попросить военной помощи для Грузии, ну, его принимают в виду в 14-й, там, и с папой он встречается, все замечательно. И когда он возвращается, его обвиняют в том, что он перешел в католицизм. И начинают его всячески оговаривать, ну, отношения между воспитником и воспитателем осложняются, и они помирились для того, чтобы вместе сделать перевод. Перевод Карелы и Димны, потому что каждый понимал, что в одиночку он сделает хуже, чем вместе. Чем вместе. Ну, меня, как филолога, этот факт просто глубоко трогает. Ну, Настан VI, которого уговаривают не показывать прорусских настроений и ориентацию на Петра, а не слушается, он человек очень открытый, он не дипломат, а воин, просветитель, поэт, и всякие там ухищения дипломатии ему не свойственны. Так вот, начав в 1924 году вместе с Петром поход, в 1925 году Петр умирает, после чего следуют репрессии, и Грузия в очередной раз оказывается преданной огню и мечу. И первая грузинская эмиграция была как раз в 1725 году, после чего при Русском дворе оказывается, и Портан VI большой, очень светлый, и много русских фамилий оказываются в Грузии, в России, простите. И, кстати сказать, вот Петр Иванович Паградион, его предки также оказываются среди эмигрантов. Он производит СДА части, даже, значит, они живут в Кизляре. Астрахань – это перевалочный пункт, там такие ворота к Кавказу, и там тоже довольно большая грузинская колония. Так вот, отношения между Турцией, Персией, Грузией и европейскими странами России очень сложных. Наверное, сейчас об этом очень подробно говорить нет возможности, но князь Потемкин Таврический, который очень много сделал, Григорий Александрович, для расширения Российской империи, но в частности он присоединил Крым, можно сказать, без единого выстрела, уговорил перекратить отношения с Турцией на Хан Селима и ориентироваться на Россию. Значит, он же является сторонником присоединения Грузии. Надо сказать, что Кавказ – сложное очень явление, и Потемкин буквально продавливает, значит, вот Екатерина, довольно сдержанно относится к этим новым землям, в отличие от Малоруссии и Польши, которую она, значит, прогладывает с жадностью. Екатерина в это время больше занимает греческий проект, она все носится с идеей проливов и того, что, значит, столица Российской империи, но если не будет перенесена, то, во всяком случае, Константинополь будет наш, значит, Третий Рим будет уж прямо совсем окончательным. Значит, автором этого проекта является адмирал Грейг, но проект этот не успевает реализоваться в силу смерти. Екатерина в отношении же Кавказа и Грузии, она пишет, что она готова взять в подданство новых подданных христианского человеколюбия Рати. Ну, это, как всегда, красивая фраза, потому что той небольшой военной помощи, о которой просит Рак и Второй, два полка просят, чтобы, ну, хорошо вооруженные, чтобы участвовали в обороне герузинских земель, и Екатерина тянет и отказывает, назначает человека, ну, аватюриста, который после прусской службы оказывается в России, тот ли это такой. Некоторые из российских грузин пытаются обучить артиллерии, артиллерийскому делу, еще чему-то. Грузинскую армию их отсылают и арестовывают, вот, полковник Чулакаев Толбашвили. Ну, отношения достаточно сложные. Тем не менее, в 801 году, там Павел готовит совсем другое основание для вхождения грузинского царства в состав Российской империи, он собирался сохранить титулатуру и очень много чего, но Павел, как вы помните, 11 марта прекращается, земной путь. И в 801 году Александр Первый, значит, торжественно присоединяет новые земли, а причем во время присоединения, значит, крест царицы, крест святой Нины, которым, собственно, была крещена Грузия, он находился в России в имени отца жены Толстого, который будет тоже прокурором и будет покровительствовать в Толстом и Пустыне, и тот самый, у которого Гоголь находит пристанище и в доме, который умирает, вот, значит, у них хранится крест, этот крест преподносится на вдар, и в процессе присоединения она идет под там оформу на этого, на креста, и совершенно явно понятно, что вот единоведная Россия, она как-то облегчит существование Грузии. А надо сказать, что перед этим, в 795 году, когда Агам Магамедхан, турецкий правитель совершенно вообще сумасшедший и злой, но гернув такой, озлобленный, который просто публично обещал закрыть герджистанский вопрос, то есть устроить тотальный геноцид и вылежит все Грузии, и он почти преуспел, разорив в 795 году Тифлис, когда было убито 6 тысяч монахов, 20 тысяч гражданских жителей, те, кто оставались в живых, там, девушкам, женщинам подрезали сухожилия с тем, чтобы они остались храмыми, ну, чудовищно просто, так что, значит, в отношении общих идей связанных с Курцией, у меня, простите, есть только генетическое напряжение и, да, недоверие к тому, о чем вчера говорил отец. И вот эта страна оказывается в составе Российской империи, но, но, если мы вспомним отношение Грузии в художественной литературе, то у любимого Айсандра Барни в «Войне богов» сказано, что грузинские женщины самые красивые в мире. Дяди, смотрите, я продукт Российской империи, артинских хладных скал до пламенной таврины. Вот это бабушка-шведка меня наделила таким негрузинским носом. Грузинские женщины действительно красивые, правда? было, да, да, вот, да, так, кроме того, у Александра был роман с Барбарой Туркестановой, и она, значит, умирает ради его девочку, то есть при дворе, затем и в Петербурге, и в Москве, вот эта довольно большая грузовская колония, она явно выделяется, и война, которая вспыхивает периодически на Кавказе, она приковывает внимание ко всем. В 802 году Михаил Семенович Воронцов участвует в военных действиях. Надо сказать, что Воронцов, который мы знаем в основном по эмиграмам Пушкина, был купец-полумерот, но он вырос в Англии, сын посла. В 9-летнем возрасте Воронцов был представлен английскому на королю, и Семен Романович Воронцов сделал так, что сын его прекрасно говорил, писал по-русски, и вообще воспитал достойного человека. Вот в 802 году Воронцов еще в бытность нецициального наместника Кавказа участвует в военных действиях и получает золотую заплю за храбрость. Ну, это в переписке книги, которая была составлена Светлана Александровичем Мадзавирским, «Летопись жизни» и творчество Пушкина, среди писем близких ему людей мелькает строчка, что с 1919 года начинаем, он собирается воевать в Грузию, но проект это не осуществляется. Ну, здесь еще одно отступление, это, дети, мы вступаем на почву гипотезы и моего прочтения. Значит, в 1816 году, год окончания Пушкина в лицее, происходит целый ряд событий, которые потом окажут влияние на дальнейшую пушкинскую жизнь. Значит, в мае месяце туда приезжает Карамзин с супругой, которая сводная сестра Вязинского, Света Андреевна Карамзина, а для того, чтобы просить деньги на издание «История государства российского». В это время, значит, Пушкину обращаются уже как к начинающему поэту, а ему делают там госзаказ, если можно так сказать, на дважды на стихотворение. Вот, и он достаточно заметная фигура сомилицистов, хотя еще, конечно, очень мало о сведении о том времени. И затем происходит что-то по 17 мая. Я просто напомню, что это день Вознесения. А Пушкин родился день Вознесения, и к этому празднику относился очень серьезно. И в конце жизни Аненков пишет, что все самые главные события в моей жизни были связаны с Вознесением. Вот в день этого праздника происходит что-то, что потом оставить след во всей лирике Пушкина. Ну, здесь я хочу просто напомнить топографию царского села. Вот лицей, вот Екатериненский дворец. Между ними, значит, коридор, и в них общая домовая церковь. По большим праздникам лицеисты находят в ту церковь, где можно встретить членов царской имени, на фамилии, соответствующим узким кругом гостей, там, трейлер, пажей, всех тех, кто бывает рядом с государем. Именно в это время происходит еще одно событие, это уже где-то в июне, так, судя по творчеству, на которое совершенно ломает жизнь Пушкина, ну, во всяком случае, первый период. Значит, он пытается в темном коридоре поцеловать какую-то девушку, женщину, неизвестно кому. Ею оказывается 80-летняя Фрейлина, сестра начальника генерального штаба Фрейлина Волконская, которая, значит, обнаружив ужасную ошибку, разряжается скандал. Скандал такой, что перед Волконским за вот эту дерзкую выходку лицеиста извиняется не директор лицеев, Энгельгард, который, кстати, у них с Пушкиным довольно прохладное отношение, а государь. И, конечно, распределение Пушкина, будущая карьера, она совершенно, ну, все, он ослаблен. Когда мы читаем в «Капитанской дочке береги честь Смолду», это все выстрадано. Вот эта честь Смолду, ну, ему хотелось поступить в гвардию, для него это невозможно. Он оказывается среди архивов юноши, поступает в архив иностранных дел, где под началом графа Каподистрии значит, очень неплохо себя чувствует, служба особенно его не обременяет, и, оказавшись вот на Кавказе, он туда отправляется вместе, неплохо себя чувствует, служба особенно его не обременяет, и, оказавшись вот на Кавказе, он туда отправляется вместе с очень странным письмом. Начальник его графа Каподистрия пишет будущему начальнику Инзову, что молодой человек не очень тверд в отношении нравственности, морали. Как только он исправится, так он и вернется. Здесь имеется в виду не только вот случай, который я упомянула, а после этого, оказавшись вот в таком, ну, в изоляции светской, Пушкин пишет довольно большое количество острых, у него он вообще очень остерный язык, и те произведения, которые ходят анонимно, все приписываются ему, и среди них бибеграмма на Рокчеева, стихотворение Мавадьевско-критическое, посвященное государю, короче, его упрекают в эту самую ссылку. И оказавшись на Кавказе вместе с Раевскими, с которым Николаем, его связывает искренняя дружба, которая пройдет через всю жизнь. Александр Николаевич – это модный тип, байроническая личность, человек с пронзительным взором, и Пушкин сам говорил, современники свидетельствуют о том, что он мог разговаривать с Александром Николаевичем спокойно, а только если потушить свечу, вот в темноте, когда он не видел его пронзительных глаз, он мог с ним разговаривать на равных. Ну, это один из прототипов Онегина, как считает часть пушкинистов. Так вот, в 16-м году, прежде чем он начнет служить, происходит что-то. Происходит что-то, о чем пушкинисты никак не могут выяснить подробности. Есть целый сборник, который из Новопетербурга и называется «Утаенная Любовь Пушкина». Было что-то, что резко повлияло на... и изменило характер его лирики. Если поначалу это гладкие, легкие стихи, то уже с осени 16-го года в них чувствуется трагическая нота. Адреса твирики недосягаем для поэта. Непонятно почему, но он пишет о, в общем, каком-то неравенстве, она выше него по социальной лестнице. Но то, что это чувство серьезное и большое, знаете, у каждого великого поэта есть своя основная лирика санетта, своя биотречия, своя лаура. И великие лирики, они, как правило, имеют вот какой-то такой центр, к которому устремлено их творчество. Если мы посмотрим, вот, друг Эльвина, как он ее называет в ранних оригеях, и затем в Аванейне, на протяжении всего творчества Пушкин посвящает существенную часть своих произведений какой-то икс, которую он продолжает любить в течение всей жизни. Часть пушкинистов считает, что это литературная фикция, что любил он одну поэзию, а всех остальных женщин он просто там отделывался комплиментами и неглубокими светскими отношениями. К сожалению, те, кто были свидетелями, если мы согласимся, что это произошло весной и летом на 16-го года, они просто не оставили свидетельств. Лицейские товарищи Пушин, ну, их бумаги, помоги Дельвига погибли при непонятных обстоятельствах, вот Купикев сидит и будет сидеть почти 20 лет в крепости, значит, Чарадаев, тоже судьба его бумаг и его собственная судьба. Не говоря о том, что в то время не принято было исповедоваться в биографических подробностях. Лирическая истла, ведь это лирическое откровение, а не рассказ о своих биографиях. Более того, когда один из критиков делает намек на то, что в Чарайском фронтане есть какой-то личный отзвук, и Пушкин раздражается бешеным прямо письмом, где он говорит, что одно слово там той женщины, которая рассказала мне эту легенду, для меня дороже, чем вообще все критики и вообще все и вся. То есть есть свидетельство того, что это не фикция, а это реальная женщина. Но я хочу сейчас вернуться к кавказскому времени. А дело в том, что не только в масштабе творчества Пушкина, но мне кажется, в отношении России и Грузии это произведение имеет ключевое значение. Почему русские считают, что на Кавказе их должны любить? Да потому, что черкешника любит русского. Абсолютно немотивированно, просто потому, что Александр Сергеевич так написал. Но убедительность пушкинского слова такова, что последующие ожидания читателей, они исходят из этого. Конечно, здесь мы должны помнить и о том, что Лермонтова Кавказ становится просто раем на земле. Но тоже здесь биографические вещи во время первой поездки бабушка рассказывает Михаилу Юрьевичу о матери, показывает ее рисунки Кавказа, и для него это связано с матерью. И вот противопоставление Кавказа немытой России у Лермонтова это очень ярко. Ну, сейчас мы просто отметим для себя, что черкешника любит русского. А потом в конце поэмы удивительный совершенно эпилог, за который Вяземский буквально отчитывал Бушкина, он немножко старше, и он получил другое образование. Вяземский учился у иезуитов, в отличие от Александра, который учился в лицее. А так вот в эпилоге говорится «Смирись, Кавказ», идет Ермолов, и дальше идет такая победная имперская тирада, и он прославляет «Котляревский бич Кавказа», «Губил, ничтожил племена». Вяземский пишет «Что за герой Котляревский? Чем восхищаться?» «Губил, ничтожил племена». Поэзия не может быть союзницы, палачейки. В общем, волосы встают дыбом от такого героизма. И надо сказать, что когда Пушкин оказывается, там будет еще одна поездка на Кавказ и Пушкина, и затем только, путешествие вокруг, которым я так далеко веду свой рассказ. Но дело в том, что это произведение, которое соединяет очень многие линии. Еще одно посещение Кавказа на Пушкина, да, оно в Кавказе. Кавказский пеник имел огромный совершенно успех, Титлоп оставил балет, его сразу перебили, перебили на немецкий, там, позже на французский. Короче, успех очень большой, новый автор с новыми героями, и кроме того, Пушкин дает в примечании к поэме целый спектр объяснений, что такое аул, что такое чекмень, там, набор экзотических слов, тоже присутствует в Кавказской клинике. Так вот, я выпускаю довольно большой период из биографии Пушкина и перехожу к тому моменту, когда Екатерина Николаевна Ушакова отказывает ему в руке, а после того, как его прощают Николаев по коронации, разговаривает с ним 8 сентября 1926 года, вот этот знаменитый разговор, свидетелем которого, не свидетелем, а дежурным офицером в это время был Модест Корф. Это соученик Пушкина полицею, страшный недоброжелатель и просто вот такой злодей в отношении Пушкина. В воспоминаниях Корфа говорится, что в Пушкинах дома никогда не хватало приборов, когда приходили гости, посылали к соседям там за тарелками и стульями и, ну, всячески он поносит и Александра, и его семью, а происходит это, вероятно, потому, что в 19-м году Моденька Корф обидел и оскорбил дядьку Пушкина Никиту Козлова Савельича, его, и Пушкин вызвал Корфа на дуэль, и они стрелялись. Вот, вот Корф говорит, что сударь после разговора с Александром знаменитая фраза сказал, я сейчас разговаривал с умнейшим человеком России. И поскольку в лицее готовили государственных чиновников высшую элиту и только случайно Николай и Константин не были соучениками Пушкина по лицею, между ними отношение ну, как равным и равным, усиленное ощущение поэтического таланта, ощущением того, что Пушкин вообще не последняя спица в этом государстве. И, конечно, разговор был государственный, касался и восстания декабристов, и, ну, есть, сейчас не буду на это отвлекаться. Так вот, после того, как Пушкину разрешено обернуться из ссылки, он изо всех сил хочет жениться. Он делает предложение своей, там, троюродной сестре Софьи Пушкиной получает отказ, там, он, значит, ухаживает за Екатериной Николаевной Ушаковой, сохранился замечательный альбом ее сестры, младшей сестры, а альбом самой Ушаковой погиб. И дело в том, что он, будучи человеком суеверным, Пушкину трижды гадали, и все эти гадания были окрашены таким колоритом трагическим летальным. Значит, первый раз в 19-м году, второй раз в Одессе, в Мауре-Али, в карсаровой отставке Мауре-Али, так вот звать Пушкину в 10-й главе Онегина. А в 19-м году он поехал к известной гадальщице немке Кирков. И вот это знаменитое предсказание, что он погибнет в результате женихбы, что ему нужно беречься на белого человека, на белой лошади. И когда Екатерина Николаевна была очень против того, чтобы он ехал к этой гадалке, выпытывает все-таки, что он погибнет в результате женихбы, она ему отказывает. И она не выходит замуж до дуэльной истории, до момента смерти, при том, что она красавица, певица, дом у них художественная. В отличие от Натальи Николаевны, которая стихов не любила и просто не слушала весь свидетельство Алининой, семья Ушакова была очень музыкальная, и они очень хорошо знали поэзию, и был просто культ Ушкина у них в доме, но вот отказала она ему. ей посвящены тоже интересные вещи. После чего он встречает на детском балу Йогеля Натальи Кончарова, которая была в белом платье с золотым обручем, собранные волосы, такая вот обыкновенная красота, только вообще расцветающей девушки. А Пушкин очень зрительный человек, и зрительные впечатления для него очень сильны. Так вот он просит руки Натальи Николаевны, а в это время как раз всплывает дело о Гавриле Аде. Да, он едет в Петербург, видит, что Оленина тоже выросла, превратилась в настоящую красавицу, сватается к ней. Ну, конечно, для президента Академии художеств, хотя он и делал иллюстрации к Руслану и Людмиле, оно в качестве потенциального жениха-дочери, что называется, Пушкин не товар под следствием, а денег нет, служба. Но тоже ему отказывают, при том, что он посвящает Олениной несколько замечательных стихотворений. ходит, ходит маленькая ножка, пьется лохан золотой, город плышный, город бедный. Вот это стихотворение посвящено ей. Когда он возвращается в Москву, он узнает, что за Шакова тоже сватается какой-то человек. Он говорит, а с чем же я тогда останусь? Екатерина Николаевна отвечает, с оленьими рогами. Но он делает предложение Натальи Николаевне, ему отказывают. Он еще через некоторое время повторяет это предложение, причем в качестве свата выступает толстой американец, тот самый человек, с которым Пушкин собирался стреляться, и он постоянно носил железную палку, для того, чтобы у него была рука твердая, не дрогнула. Вообще надо сказать, что количество дуэлей а только в Кишиневе было восемь успешных дуэлей. Когда Инзов узнавал о том, что Александр вызвал кого-то дуэль, он просто запирал его в кутузку под арест, для того, чтобы человек не рисковал своей жизнью по молодости. Вообще такое отношение, что все в прошлом и жизнь недорога, это сложный очень комплекс, почему это характерно для Пушкина. Но сейчас об этом не будем. Так вот, еще раз посватавшись к Наталье Николаевне и получив полусогласие, такой достаточно хлипкий ответ, он делает шаг крайне странный и непонятный. как раз в 28 году начинается русско-турецкая война и они связаны с ним просят, чтобы их определили добровольцами в армию. Им отказ будет, поскольку репутация их достаточно сомнительна. Так прямо об этом и написано. Возвращается из девятой миссии из Пекина Иркин Фабачурин и один из замечательных монахов, востоковедов, который блестяще выучил китайский, был автором лексикона. И вот Пушкин готов ехать в Китай надменный убегая. Но тоже это дело расстраивается и он совершает поездку на Кавказ. Совершает поездку в действующую армию Нижегородским Драгунским полком командует Николай Николаевич Раевский младший близкий друг, кому посвящен Печерайский фонтан и много вещев всякой. Именно ему Пушкин адресует сохранившиеся черновые письма, где он говорит о творческом замысле Бориса Годунова. Пушкин очень сдержан в описании творческого процесса своих произведений внутренней жизни во всех отношениях, не только в отношении женщин и прочее, но и в отношении поэзии. Это для него дело интимное. Так вот, черновик письма, посвященные Борису, как бы, Пушкин понимает, драму, это, конечно, вещь бесценная. А письма к Николаю Николаевичу и во время войны 70-х годов с Турцией они пропали на фронте, вот когда машину убрали и освобождали. Значит, что касается бушкинского наследия, оно прямо судьба как будто бы специально заботится о том, чтобы погибло то, что было важно. Впечатление о нем очень часто это сведения от людей о достаточно далеких и мы многих детей не знаем. Так вот, Апушкин отправляется на Кавказ, там под началом Николая Николаевна Терресского младшего служит его брат Левушка, ужасный шалопай, картиожник, человек преданный папусу, а самое главное очень часто когда Апушкин еще находился в ссылке, он посылает свои стихи с тем, чтобы они были преданы печати и Кушкин фактически первый профессиональный литератор. Он живет на те деньги, которые ему обеспечивают гонорары. Так Левушка у него в память, как у всех Кушкиных замечательные стихи, он это выучивает наизусть и начинает читать в салонах, красуясь и тем, в общем, принося вред литературным делам на Кушкину. Так вот Левушка Николай Николаевич Раевский младший, значит, это как бы цель посещения Пушкина в Кавказе. Посмотрите не только сведения современников, собранные, кстати, в замечательных книжках Бересаева «Пушкин в жизни». Это монтаж, это дайтест того, что написали современники. Мересаев от себя не написал ни одной строчки. Первым этот принцип использовал в составе биографии Гоголя Василий Гиппиус, учитель Мандельштама по Тенишевскому училищу, за мной тщательная литература вид. Так вот, в «Пушкине в жизни» там собраны и отрицательные мнения о Пушкине, и какие-то ложные, комплиментарные, какие угодно. Вот все, что сурвеньки говорили о нем, вот, пожалуйста, смотрите, читайте. Вот непонятно, почему он отправляется на Кавказ. А самое главное, что он привозит из этой поездки, ну, уже до этого, значит, грибоедов, которые, ну, вы помните, в результате четверной дуэли оказывается в Персии, а затем успешно делает дипломатическую карьеру. Вот грибоедов привозит мелодию грузинскую, которую Глинка с Леоной исполняет ее в присутствии там Пушкина, Глинки, и Глинка пишет замечательный романс, а Пушкин пишет стихотворение, которое вы тоже прекрасно знаете. «Не бой, красавица, бремни», и песня Грузии печальная, напоминает мне о ней, иной жизни берег дальней, напоминает мне о ней, и вот там дальше черты далекой бедной девы. Значит, у Пушкина очень часто использован принцип двойного портрета. Он описывает что-то, обращаясь к другому, и этот другой, это ассоциативная связь, либо, наоборот, главное, что важно сказать, Пушкину идет на заднем плане, а на переднем что-то другое. Но если бы подражения Корану не были бы посвящены пророскове Осиповой, все бы думали, а кто же был тот самый прототип пророка. Да никто. Вот этот двойной портрет, с Осиповой они разговаривают на богословские темы, обсуждают соотношение мусульманства и христианства, а в Одессе, когда Пушкин живет в 1921 году, в Париже была запрещена постановка пьесы Вольтера «Фанатизм» или «Пророк Магомед». И вот газеты писали об этом произведении. Произведение было достаточно хорошо известно русской публике. У нас с конца XVIII века это произведение Вольтера широко ставили, особенно там привлекали такие слова благородного героя Саида, на который был жертвой Мохаммеда. Естественно, для Вольтера пророк мог оказаться только интриганом и политическим интриганом. Религиозный деятель для Вольтера я сейчас не буду касаться этой темы. Так вот, Пушкин едет на Кавказ, имея соответствующий бэкграунд. И биографический, и литературный, и, естественно, политический, поскольку он действительно настоящий историк, политолог, ну, все, что хотите. И сам замысел Евгения Онегина, вот эта дать свободного романа, открытая форма. Он собирался описывать то, что будет происходить с Россией, с его друзьями. И этот принцип смешения реальность персонажей и вымышленных, он был развернут на то, что он будет вместе с движением времени, вместе с историей, описывать то, что происходит с Россией. А замысел, который потом пришлось резко менять, особенно 10-я глава, в связи с восстанием декабристов, в связи с военными поселениями. Ну, надо сказать, что ГУЛАГ не советские придумали, а, ну, в какой-то степени граф Рокчеев, который устроил военные поселения. После Венского конгресса идея Священного Союза, подсказанная Амалией Крюднер. Амалия Крюднер замечательная женщина. Я встретил вас, и все было посвящено ей. Она не только умница, красавица, приятельница Натючева, она подсказала Александру идею Священного Союза. И Александр очень охватился за это, что государь, легитимные государь будут в отношении братском, будут поддерживать друг друга всячески, и в военном отношении, и в дипломатическом каком угодно, и если где-нибудь запахнет революцией, где-нибудь будет какое-нибудь возмущение, то государь должны будут помогать друг другу. Для этого Нарасчеев устраивает эти самые военные поселения, когда крестьяне занимаются не только своим крестьянским трудом, но несут все тяготы военной службы. Целые деревни на колене умоляли Александра отменить эту двойную лямбу, потому что это было необыкновенно тягостно. Александр отвечал, что они сами не знают, что творят, они не знают, в чем их благо, и это дело сохранялось. Были военные поселения в Псковской области и на юге в Одессе, и как раз во время пребывания Кушкина в Одессе, помимо Баранцова еще есть граффлит, и много чего. Путешествие Онегина должно было быть по России в 10 главе, и он должен был увидеть многие вещи, в том числе военные поселения. Потом, отправившись на Кавказ, Кушкин еще не знает, как он будет дописывать Онегина. Адъютант Николая Николаевича Раевского-младшего, Юзыкович, который оставил по-военному точные мемуары, рассказывал, пересказывает то, о чем шли разговоры между Пушкиным и офицерами во время путешествия в Ардрум. И у Пушкина два варианта. Один, это отправить Онегина на Сенатскую площадь, где он погибнет, или отправить его в ссылку на Кавказ, где он тоже должен погибнуть под Чеченским полем. В 1929 году он еще не знает, как он кончит Онегина. Но что касается его собственной биографии, то, оказавшись второй раз на Кавказе, первый раз он передал необыкновенно яркие краски. Вот роскошь с романтической избыточностью Кавказа, Крыма, на Углинского замечательные есть слова о том, как судьба позаботилась о том, чтобы новое литературное направление романтизма оказалось в романтическом окружении. Пушкин, воспринимающий красоты юга, до того невидимый необыкновенно смог образовать традицию русской романтической поэзии и литературы. Оказавшись на Кавказе, Пушкин традиционно следует по военно-грузинской дороге. В первый раз, когда они путешествовали с Раевскими, их сопровождали пушка и обоз до 60 казаков или военных, потому что набеги чеченцев, незамеренных, как тогда говорили, были очень жестокими. Сейчас после Бужея Гермонова сменил Паскевич, уже много чего произошло, стало гораздо спокойнее, и Пушкин дерзает из Ларса отправиться через перевал ночью самостоятельно. Делает он это в преддверии собственного дня рождения. 26 мая по старому стилю это день, который он тоже отмечал всегда очень особенно. Но тут мы делаем небольшой экскурс. Дело в том, что очень часто Пушкин ставил под стихотворениями ложные даты. это не время написания стихотворения, а какое-то число, какая-то дата, которые важны для него эмоционально, ассоциативно, творчески. И стихи, которые появлялись в день рождения, еще обращаю ваше внимание на 18 мая, то, что я вначале сказала, это очень важные для него даты. 18 мая помечены ряд стихов 23-го года. Но на протяжении жизни он пишет какие-то самые проникновенные любовные стихи помечены этой даты. и вот он делает в одиночку пытается достичь Коби, то есть перейти через перевал, и уже в том, что русскую поэзию обогащает удивительные совершенно стихи, но наверное самое известное может быть из Пушкинской лирики это на полном Грузии бежит ночная мгла. Шумит орангу предо мною, не грустно и летом, печаль моя светла, печаль моя полна, такое, тобой одной тобой, уныния на его, ничто не мучит на древом сердце, но и горит и любит от того, что не любить оно не может. Между этими двумя строками было еще две, фактически было четыре стропы, стихотворение было совсем другим, и стихотворение говорило такие слова «Я снова юный, твой». То есть это воспоминание о каком-то очень сильном чувстве, на которое Пушкин пишет именно тут, именно в этот момент, надо сказать, что если проехать по Боинтуржинской дороге и доехать до Ананури, это замечательный комплекс, который принадлежал Эристовым Арабинским, значит Эристовы были Эристовы Арабинские, Эристовы Ксанские. Они от Византии получили право на владение этим, а когда присоединена была Грузия к России, собственно эти земли отошли к Синоду, и бывшая владельца Анастасия Ираклиевна, дочь предпоследнего грузинского царя Ираклия Второго, она имела тяжбу с Синодом в течение семи лет. И вот в 16-м году, возвращаясь к 18-му мая, к 16-му году, она отправляется в Петербург для того, чтобы повлиять на ход этой тяжбы, и едет она с двумя детьми, дочерьем, и малолетним сыном, и переводчиком. Мне удалось найти архивное свидетельство того, что было такое путешествие. Вот, едет к Теймуразу, это один из первых академиков, царевич, Теймуразу-грузиня, который живет в Петербурге, и в него там грузинская колония. Вообще, грузин в Петербурге достаточно много. Дело в том, что Ираклий Второй был женат дважды, и вторая цена, царица Доридян, она заставила изменить престол наследия, и, собственно говоря, то, что грузинское царство пало так и бесславно, это результат женских интриг. И дело в том, что претендентов на престол было 65. Но не все они были прямыми детьми Ираклия Второго, но вот дети от двух браков, сон царевики, там, облемянники, кто угодно, вот, тяжества между ними, они потом все были выселены в России, когда в Кавказском пленнике мы читаем, значит, наложим мстительных грузинок, имеется в виду не просто романтические вымысела, а, значит, когда должны были депортировать царицу Мариан, то, значит, генерал Лазарев довольно грубо подошел к ней и, значит, так ее попытался дернуть за руку с тем, чтобы вывести из дворца, который ей предназал, и тогда один из его приобреженных в творении Кавказ просто заколол его, а считалось, что это сделала сама царица, обороняясь, но женские женщины вполне могли это сделать, поскольку ситуация постоянная нападений врагов приучали уметь обращаться с оружием и отношения с грузинским царствующим домом были таковы, что всех грузинских представителей царской фамилии поселили в Россию без права возвращаться обратно. Кого? Новгород, кого Псков, кого Петербург, а вот Анастасия Ираклиевна, она, конечно, всех посещает по дороге и путь следования ее был через Крым тогда по-разному дороги пролегали, все было очень опасным и вот Ка, которая рассказала Пушкину, поэтическая Ка, рассказавшая мне историю Божественского фонтана, вполне могла быть ее дочерью. Она умирает, вероятно, от чахотки очень рано, потому что от чахотки мы это можем вычитать из последующего Пушкинского творчества. Чахотка ... Добро пожаловать, потому что где-то узнает он об этом в 26-м году и когда он будет писать о умершей Амании Ризни, что он говорит о двух ангелах, в общем эта тема она очень четко проследуется. Короче говоря, вот это стихотворение на холмой Грузии, кому оно посвящено об этом спор довольно большой, а кто-то считает, что оно посвящено Марьи Николаевне Раевской, но это считал Щеколев, который просто назначил Марьи Николаевну в главные адресаты Верики, исходя из революционной ситуации, жена декабриста и вполне подходящая кандидатура. стихотворение стихотворение действительно таинственно, но придавайте его печати в том виде, в каком оно было написано накануне Женитвы, ну просто не лодка, и Пушкин сократил вот эти два две страфы, оставив в том виде, в каком оно есть, но то, что это прекрасный образец лирики, и если действительно попасть в Ана-Нур и посмотреть на вот тот шлейф, который виден с горы, и Арега там шумит, и это слышно на очень высоком расстоянии, эти горные камушки, которые она перекатывает, это именно шум, а не что-то иное. Так вот, в этом месте находится насыпанница Элиста. Есть несколько лирических стихотворений, где он говорит о том, что я посетил твою могилу, но там темно. Это уже 35-го года, это Цивловская первая, раскопала маленький листочек, иду на поклонение Баблова, а потом я посетил твою могилу. То есть, короче, это все увязывается. То, что Пушкин накануне женитьбы прощался с юностью, это не оспаривается в Пушкинистике. И оказавшись запертом в Болдине, он действительно подводит итог всему десятилетию, всем двадцатым годам. И необыкновенная насыщенность, с которой он выписывает все замыслы, которые у него были. Действительно поражаешься, сколько было сделано тогда. Были написаны маленькие трагедии, были написаны повести Белкина, было написано огромное количество прозаительских, критических статей, замыслов. Была составлена лирика масса. Откуда начало этого, мне кажется, было положено путешествием на Кавказ, когда он проделал путь, и свидетельство этому мы находим опять-таки путешествие в разру. Наконец я добралась до цели моего сегодняшнего сообщения. вещь поразительно краткая, тут емкость какая-то нехарактерная для 19-го века. Вообще в путешествии в разру очень многие чисто литературные вещи определяют дальнейшее. Например, когда уже попав на передовую Пушкина, которого все время стараются держать за фалды, потому что он изо всех сил рвется в бой, он человек абсолютно бесстрашен, это говорили и военные люди, те, кто с ним настреливался на дуэлях и вообще бесстрашие не только физического, но и нравственного. А чего стоит его на поступках накануне первой ссылки, когда он узнает, что к нему послали с обыском человека, поясняющего, что он написал, он не знает, как поступить, мучиться по городу, встречает Федора Глинку, а Федор Глинка в это время был адъютантом Петербургского военного генерала-губернатора Монорадовича. Глинка ему говорит, ничто, что нужно и пойди сам победись. Действительно, он отправляется к Монорадовичу, говорит, что да, мне что-то инкриминирует, я могу вот сейчас сесть и написать все, что я писал против правительственного. Ну, начинает писать, Монорадович, военный человек, которого храбрость вполне сочувственно вызывает к Александру, он начинает спрашивать, а вот на такого-то нету эпиграммы, на такого-то секунда. Естественно, Пушкин не показывает эпиграммы на Государя и на Рокчеева, но в полной уверенности, что его простят, но, тем не менее, Александр решает послать его сначала на Соловки и соединенными усилиями Карамзин, Руковский, там, ну, все, кто может, заменять ссылку на Юг. Это о характере Пушкина и о храбрости. Так вот, встретив казака, возвращающегося на столе боя, он спрашивает, но были турны. Это вот цитата из путешествия Ворзрум, свиньем валит. Ну, так вот, это свиньем валит, и война сниженная, война, так как ее будет описывать Толстой, это, конечно, война из путешествия Ворзрум, не из Полтавы, не с такой вот. Надо сказать, что вообще война 12-го года образовала Толанда Пушкина. Слава Богу, что он не был непосредственно в деле. Потому что Батюшков, который, Батюшков Нежный, адъютант Николая Николаевича Раевского, старшего, который с 807-го года до конца был в армии, он настолько травмирован всеми теми событиями, в которых он участвовал, военными событиями, потому что он был храбрым офицером, что он пишет только о любви и Батюшков Нежный, это самое правильное определение, которое недавно даже там. А для Пушкина военная слава очень важная составная часть его поэзии, вот достаточно почитать эпилог к кавказскому пленнику. Так вот, в путешествии Ворзрум он дает предисловие этому. Предисловие он говорит, что в парижской прессе появилось сочинение некого Виктора Фонтана, который говорит, что